Если ты гипертрофируешь свою мышцу, значит ли это, что она стала сильнее? И следующий из этого же вытекающий, да? Раз ты стал сильнее, к примеру, то логически за этой силой должна прийти гипертрофия. Так ли это и всегда ли это? Или есть какие-то факторы? Но мы понимаем, что питание, конечно, влияет. Вот такой вопрос. И он часто очень приходит. Без питания ты не сможешь гипертрофировать мышцу, и она станет сильнее только за счет двигательного навыка, насколько я понимаю. То есть ты можешь улучшать свою технику и таким образом стать сильнее без увлечения мышцы. Но рано или поздно ты упроешься в какой-то потолок. Тебе придется или питаться и нарастить мышечную массу, или ты просто не будешь стоять на месте. Юр, ты скажи, просто коротко, есть ли корреляция между гипертрофией и силой, и силой, и гипертрофией? Бывают такие моменты, когда кажется, что нет. Бывают такие моменты, когда кажется, что нет. Но я думаю, что это объясняется тем, что просто прогресс в силе не соответствует, не прошел определенный порог. То есть, например, ты можешь пожать лежа больше на 10 килограмм и не измениться, но ты не сможешь пожать лежа на 100 килограмм больше и не измениться. То есть надо терпеть и нарабатывать веса. И если люди пишут, что они не прогрессируют в объемах, я думаю, они в силе не сильно прогрессируют. Но перед тем, я тебя понял, ты все-таки, наверное, тоже придерживаешься такого же мнения, как и я. И вот перед тем, как Андрей скажет, я озвучу тогда свое мнение. Мне кажется, что если мы говорим именно о натуральном тренинге, то в первую очередь здесь нужно ставить прогресс во главу угла и от него ориентироваться. Потому что если ты натурал, на мой взгляд, невозможно становиться больше, не становясь сильнее. Ну покажите мне химика с рукой 50 или 60 сантиметров, который не может поднять на бицепс 50 килограмм. Ну вот мне просто интересно. Есть такие люди? Вы видели когда-нибудь? Ну давай, Андрей, скажи, как ты считаешь? Да, в принципе, смотрите, здесь просто происходит несколько такая, как сказать, путаница между причинно-следственной связью. То есть я всегда говорю, ты не становишься больше, потому что стал сильнее. Потому что физиология говорит о другом. Чтобы стать сильнее, надо стать больше. И это мы говорим как бы о том, что когда уже ЦНС у нас адаптировано. Потому что на проявление силы влияет много факторов. И гипертрофия далеко не самая главная, на самом деле, в проявлении силы. Но! Но! Это не значит, что не нужно прогрессировать. То есть повышение рабочих весов, это говорит о том, что вы идете в правильном направлении. И при прочих равных условиях прогрессия нагрузки показывает о том, что вы растете. Вот. Поэтому я считаю просто, что вы растете, гипертрофируете волокно, оно становится больше, и вы за счет этого начинаете превращать силы. И вот все исследования покажут, что у новичков вот эта корреляция, она слабенькая. То есть вы можете 100 килограмм на штангу прибавить, а добавить там полсантиметра. Потому что идет адаптация центральной системы, сухожильная часть меняется, а двигательный навык улучшается, экономичность движения. То есть понимаешь, сколько факторов влияет на силу. А прибавочка? Но чем ты опытней, тем у тебя больше идет связь между ростом мысли и ростом силы. Вот это надо понимать. А почему мы не видим бодибилдеров, например, с руками 50, которые не поднимают там большие гантели, где-то скидем, они здесь на самом деле. Вот. Вопрос в том, что химия, химия, как я сейчас говорю, пустострон, она способна улучшению нервной связи. То есть именно поэтому все параллельторы штангистов меняют пустострон. Потому что он позволяет максимально эффективно использовать центральную нейросистему для рекрутирования. Поэтому здесь у меня с вами разногласий тоже нет. У меня единственный вопрос, что вы становитесь больше, и тогда за счет этого у вас происходит прирост силовых показателей. Поэтому очень важно следствовать поддержку на группу. Вот у меня как бы вот такая представление. Друзья, хорошая информация для тех, кто уже давно хочет вступить в мою закрытую группу, но не может это сделать по причинам финансовым. Так как сейчас в мире огромные-огромные проблемы абсолютно у всех, я открываю доступ в свою группу всего за 50 баксов. Это информация для тех, кому нужно. Помните, да, что в этой группе мы тренируемся, каждую неделю получая новую программу тренинга. Отдельно для парней, отдельно для девчонок. По принципу периодизации. Рассчитанному по разному типу мышечного волокна. Тренируем все типы мышечных волокон. Гликолитические, окислительные, промежуточные. Тренируемся на силу, на выносливость и на гипертрофию. Если вы спросите, почему мы не тренируемся на рельеф, друзья, вы уже должны знать, что на рельеф мы только питаемся. Вступай в группу, не упусти такой уникальный шанс, сэкономь 200 баксов. Жду тебя в группе. Ну тогда, наверное, если ты сказал о тестостероне, все-таки нужно пояснить, потому что многие люди боятся холестерина по глупости. А я скажу, что медики говорят, высокий уровень холестерина, он более полезен, чем низкий, чем его нехватка. И когда мы говорим о связи мозг-мышцам, не забывайте, что наши нервы, скажем так, они, как провода, находятся в такой оболочке. По-моему, милиновая называется. И, друзья, если вы плохо питаетесь, у вас никогда не будет нормальная связь мозг-мышцам, потому что ваши провода, они будут, скажем так, не такого качества, как, к примеру, HD-провод. Ну, Андрей, ты согласен, нет? Я просто дополню, да. Вот эта милиновая оболочка, она как раз состоит из насыщенных песок. И жиров, и холестерина. И если вы будете есть достаточное количество насыщенных именно жиров, то эта оболочка будет тоньше. И получается, смотрите, вот есть провод, у него есть жила и оплетка. Вот если оплетка будет тонкая, два провода между собой идут, они будут у вас еще короткие. Здесь в принципе то же самое. Поэтому очень важно потреблять необходимое, минимальное количество хотя бы насыщенных жиров. И поэтому люди говорят, что мы садимся на диету и исключаем жиры практически в ноль, потому что якобы твоего жира дохера, и оттуда, ну, ребят, это не работает, на самом деле. Не работает, да. Очень хорошее замечание, кстати. Лучше углеводов поменьше, но жиров достаточно. Да. Кстати, там один доказывал еще в ТикТоке знаток гормонов, что инсулин что-то там приводит к сжиганию мышц. Инсулин же это самый сильный вообще анаболический гормон, по-моему, да? Он очень сильно… Он же работает и как антикатаболик. То есть, можно сказать, что вот я пользуюсь инсулином, когда мне надо набрать массу, когда ничто не помогает. Я имею в виду собственным, который производит моя поджелудочная. Потому что у меня что-то стрёмно было колоть инсулин. Я один раз вроде бы кольнул миллиграмма. Нет, ничего не было. Мне просто страшно. Вот мне просто страшно. Я понимаю, что это не рассчитал дозировку, и ты уехал. И что-то… Я хочу сказать, извини, Юрий, что перебиваю. Вот, друзья, там, что хотите, там, стероиды, там, астероиды, все. Но даже не думайте экспериментировать с инсулином, потому что вам может так не повезти, как Юрий. Умирают люди от инсулина. Если вы не знаете, ни один человек в мире от стероидов еще не умер. Если он кто-то чешет, лечит, это чушь. Умирают от стероидов. Водибилдеры умирают от диуретиков, от обезвоживания. Но от стероидов не зафиксирована еще ни одна смерть. Можно даже… Давайте использовать все-таки слово астероиды, или космические тела. Потому что мне все-таки не хочется, чтобы мне прилетел страйк, как это произошло с каналами ряда ребят. Правда, у меня они, по-моему, продавали что-то, поэтому им пришло. Говорят, Юра, это не связано. Но да, я с тобой согласен, лучше не рисковать. Да, то ты за одну минуту произносишь это слово по 56 раз просто. Давай еще YouTube подумает, что у нас тут секта каких-то уколистов. Хотя это в какой-то степени да. Каждый был замечен в свое время, во время выступления на соревнованиях в этих кругах. Почему? Я и сейчас практикую. Ну, ты-то осознательный человек. У вас же в Америке там для здоровья все делается. Ну, я делаю сейчас в последнее время. Юрда, извини, что перебью. Просто расскажу людям. Это же, наверное, интересно. Меня познакомили со спортивным врачом, у которого своя клиника. Они специализируются на работе со спортсменами. Я прихожу туда, сдаю анализы. Мне по анализам доктор выписывает, сколько мне нужно тестостерона, сколько мне всего нужно. И я это покупаю в аптеке. И смотрите, я просто хочу сказать, что покупая космические тела в аптеке, я ставлю их в три раза меньше, чем я ставлю вот покупные такие. И это о дозировках речь. Когда Дориану Ятсу не верят, что он ставил там такие дозировки. Друзья, когда вы покупаете в аптеке, то вы покупаете качество. Понимаете? И я очень доволен. Я сейчас лучше себя чувствую. Да, Андрей, за ней говори. Нет, нет, я как раз хотел дополнить. Я помню, как фарма, когда начиналась в России, да, вот мы ставили, я врать не буду. То есть я готовился, у меня в году было два курса по три недели всего. То есть 21 дней. Ставишь ампулу. Дурь, помнишь, какая дурь была со мной ампулой? Тебя вот так. Таблетки метана были по 5 миллиграмм. Три таблетки тебя разрывало. Вот ты такой. А сейчас там одна, там непонятно, там не дело, там вообще непонятно. Ничего нету, да. Там никто ничего. У нас одно время тут, буквально, когда я еще последний год, вот уже еще после России как раз готовился, ему еще надо продержать форму, да, и у нас завезли аптеку и пропинан. Заводской. Бля, ребят, ну вот таращил вот так. Я думаю, что у меня уже адаптация какая-то, рецепторы забиты, да. Да, аптечный качество, если это у нас такое, оно, конечно, совершенно другое. Поэтому, когда вам говорят, что кто-то раньше ставил дозировки, вы можете смело верить, потому что эти маленькие дозировки, возможно, больше действующего вещества имеют, чем то, что вы, к примеру, ставите и у вас укажено. А смотрите еще, что есть такое, здесь продают официально. Вот у меня есть такой фонарик, и к нему есть такая специальная коробочка с ампулами. Вот она. Видно? Красавчик. Знаете, что это? Смотрите, здесь градация цветов шкалы. И вот в зависимости от того, какое я хочу космическое тело проверить, я капельку капаю, и поцнету я определяю, есть ли это действующее вещество вообще здесь или нет. Стоит дороже своих препаратов. Невероятно. Вот у нас наука дошла. Друзья мои, к сожалению, мне нужно уходить на персональную тренировку по скайпу, которую сейчас буду проводить. Там меня ждут люди, уже разогрели, штанги нагрузили, там гантели, гири начистили, маслом смазались так, чтобы блестело. Знаете, я хочу. Очень быстро прошло. Давайте, Юр, тогда предоставь слово каждому, просто попрощаться быстро. Дорогие зрители, я вас очень люблю. Вы для меня очень важны. Поэтому попрошу вас тоже, так сказать, поставить лайки моим гостям и написать им в чате что-то хорошее. И также подписаться обязательно на их контакты, тут их указаны где-то, я указывал, да. Егор, написано, Хосе Андрей. Хосе Кассидори, кстати. А вы, друзья мои, скажите что-то на прощание. Хосе, скажи что-нибудь. Ну, а я не хочу отвечать на вопрос Егора, но я уже знаю, что времени достаточно, поэтому пока всем было очень приятно участвовать. Юр, не хватит? Хосе не сможет минуту ответить? Минуту давай. Ну, давай быстро из Хосе скажи. Коротко скажи, интересно. Хорошо. Это вопрос связан с силой и поперечной мощности, да? А я просто хотел говорить, что не существует функционального изменения без морфологического или структурного изменения. Всегда это так. Чем определяется сила? Это количество мозг. Чем больше количество мозг, тем сильнее. А почему иногда может быть человек гипертрофированный и не очень сильный? Потому что существуют такие механизмы, которые просто влияют. Типа, нейрорегуляция или мишечная координация, мишечная координация. Мишечная координация, мишечная координация. Это влияет на проявление силы. То есть это как мы можем управлять те мышцы, которые у нас есть. А еще есть другие. Например, состав мышц. Есть такие люди, которые имеют большие, быстро сокращающиеся волокна. И есть другие, которые имеют такие, но столько сокращающих. Поэтому существует разница. Но если мы учитываем индивидуально, например, каждый человек, а я не делаю сравнения между я и Андрей, только я. Я против я. Чем больше гипертрофия, тем сильнее. Все понятно. Выключил, не правда. Я ничего не выключал. Закончилась трансляция. Ну ладно, не суть важная. Так идет трансляция, говори. Он шутит. Была выключена, пошла. Она была. Хочу сказать спасибо всем зрителям и хочу сказать спасибо всем участникам. За то, что мы здесь как бы помогаем найти истину. То есть приблизиться к ней с разных сторон. Он потому, что взгляд всегда замасливается, замазывается. Когда ты смотришь в одном направлении. Чем больше взглядов в одну точку, тем ближе мы к цели. Вот. Поэтому, ребята, вам тоже всем участникам. Егора, Юра, Хосе, всем спасибо. Мне очень нравится с вами общаться. Слава Богу. Да, Хосе, что ты? Я еще просто хотел бы говорить, что сегодня было очень трудно поговорить с вами. Потому что, как я и сказал в начале, до стрима, когда мы просто разговаривали, я использовал наушники. И как, если бы они, без наушники очень трудно слушать. И поэтому я всегда вот так. Просто я видел, в комментариях кто-то написал, если бы они очень трудно. И слушать, и говорить, и понимать. Потому что я без наушников. Я присоединяюсь к словам Юры, Андрея. Мне тоже очень нравится, друзья, с вами общаться. И именно в таком вот простом порядке, чтобы людям всем было понятно. Так как мало вопросов, мы делаем выводы, что вроде всем все понятно, да? И самое главное, что хотел сказать, то, о чем мы вот говорили все вчетвером. Друзья, идите от простого к сложному. И наоборот. Если вы хотите начинать тренироваться, ну, начинайте с одного упражнения, с одного подхода. По-моему, Андрей это тоже несколько раз говорил на стримах у Головинского. А когда у вас не будет прогресса, вы будете четко знать, куда вам двигаться. Четко, понятно, что добавить нужно еще что-то одно. Юре, спасибо за то, что, да, собираешь нас, и мы можем все пообщаться. И если хочешь, Юр, предложи какую следующую тему, если ты нас соберешь еще раз. Я, конечно, соберу вас еще раз, но насчет темы, мне вот нравилась тема питания очень сильно. Может быть, мы все-таки поговорим о спортивных добавках в следующий раз, или вы против? А можем мы в следующий раз поговорить на свободные темы, а поотвечать на вопросы, в том числе и на добавки? Ну, давайте добавки плюс свободные темы. Кстати, меня сейчас вот подогнали аллергенин бесплатно. Может ли он хоть что-то давать? Потому что я знаю, что большинство добавок ничего не дает. Я его пью уже два месяца, рекомендую. И что ты чувствуешь, признайся? Ну, чувствую удовлетворение. А ну, слава богу. Тебе нравится? Ты его нюхаешь? Или ты его пьешь? Или ты его вынимаешь, такую дорожку делаешь? Да, да. Может, мы чего-то не знаем? Может, бодибилдинг может быть приятнее, чем кажется? Какой вот трафик в Америку. Хорошо, друзья мои, спасибо. До следующей встречи. Друзья, хорошие новости. Вы постоянно спрашивали меня, где и как можно приобрести одежду с логотипами Heavy Metal Gym. Теперь у вас есть такая возможность. На сайте майки.ру вы сможете найти то, что искали. И теперь можно ходить, тренироваться в майках, футболках, худи с логотипом любимого канала. Заходите по ссылке в описании и заказывайте свой любимый бренд. Мы можем это сделать virtually одно. Игорь Негода. Мы можем это сделать. Игорь Негодно.